Привет, друзья! С вами канал MarosLive. В сегодняшнем видео предоставляем вам топ-5 самых популярных приложений для иностранцев в Чехии. Ну и, естественно, по нашей версии. Поэтому не переключаемся, мы начинаем! Друзья, первое приложение, которое я хочу вам показать, это навигатор Maps.me. Возьмем, к примеру, город Пилзень, который у нас сейчас самый популярный по трехмесячным визам. И заходим сюда, уже находим автовокзал. Я вот поставил специально метки, куда вы приезжаете, центральные автобусы на Дрожде. Берем, ставим меточку, ставим галочку отсюда. И, к примеру, найдем общежитие, в котором многие проживают. Это Швеговска, вот видите, сейчас улица Швеговска, Макдональдс рядом. Ставим вот сюда галочку и показываем сюда. У нас есть варианты пройти пешочком. Это будет 30 минут 2-4 километра примерно, если вы хотите, конечно же. Плюс, есть вариант машиной проехать, сколько занимает времени. Метро, автобус, дров, Пилзни нету, к сожалению, поэтому этот вариант отсутствует. Также на велосипеде, сколько будет занимать поездка и как лучше поехать. Ну и вариант такси. Такси, к сожалению, не работает. Поэтому можно смело пользоваться. Мы используем этот вариант всегда, особенно пешком. Гуляем по всем городам Чехии без проблем. Поэтому пользуемся на здоровье. Очень крутой вариант. И самое главное, он работает офлайн. Следующее, друзья, приложение, которое мы вам настоятельно рекомендуем использовать в Чехии, это IDOS, это приложение, которое позволяет вам искать все нужные сообщения в транспорте, автобусы, метро, троллейбусы, трамваи и так дальше. Короче, все-все-все полностью по всей Чехии. Реально очень крутое приложение. Ну вот, к примеру, возьмем тот же же Пилзень Кан, да, автобусовые надрожи, на которые мы приехали, грубо говоря. И если мы хотим приехать в Пилзень, Свиловская, это станция, где проживают ребята в общежитии, допустим. Да, понятно, что кураторы вас там забирают, как правило, без всяких проблем. Потому что приезжайте первый раз, неизвестно что и как. Но вдруг вы захотите добраться или обратно нужно будет добраться на тот же автобокзал, то вот, пожалуйста, используйте леприложение, скачайте его в плеймаркете, там все бесплатно. Минус, конечно, его, что оно не работает оффлайн. Но, в принципе, это приложение, которое онлайн вам все полностью рассказывает, показывает по времени. Поэтому, естественно, будет работать только с интернетом. Поэтому вот мы задали данные, пишем сейчас «Одъездные дни» и нажимаем «Поиски». И нам показывает, грубо говоря, вот сейчас там 10 часов утра, и показывает нам, что сейчас едет с автовокзала до нашей точки, куда нам нужно добраться. Видите, здесь, опять же, обращайте внимание, что разные автовокзалы. В Пилзне их очень много, так же самое, как и в Праге. Это и в любом, принципе, большом городе очень много автовокзала. Может быть, там 2-3. Поэтому обращайте на название. Вот Кан-Тылова, там есть потом Кан-Гусова и так дальше. Вот, к примеру, едет троллейбус 12-й. Можно добраться с пересадкой на троллейбусе 16-м. Опять же, перед этим, если вдруг вам интересно, где эти остановки находятся, можно, конечно, использовать Maps.me приложение, которое я вам ранее показал. И вот так вот вы используете, смотрите по времени. Это очень важно, потому что в Чехии, в принципе, транспорт. Здесь у нас работает очень круто, практически без опозданий. Поэтому минута в минуту все можно посмотреть. Вот, к примеру, то, что я говорил, Кан-Гусова, да, едет автобус номер 28, вот 9 минут прям к остановке Швиговска и так дальше. В чем преимущество данного приложения? Реально, что можно использовать все абсолютно города. Тут проблем никаких нет. Вот я вам сейчас покажу, к примеру, Прагу. Да, если вы там хотите ехать с Пилзня в Прагу, то вот вам показывает, что можно поехать троллейбусом, доехать с определенного автовокзала к остановке Микулашска. Потом пройти около 7 минут на остановку железной дороги, Пилзень, Главный надрожжи. И в 11 часов будет идти поезд направо, Главный надрожжи. Здесь тоже есть преимущество, что можно покупать сразу и билеты. Так же самое здесь показываются те же троллейбусы, автобусы, разные варианты поездов. Короче, все полностью есть. Поэтому смело рекомендуем использовать данное приложение в Чехии. Третье, друзья, приложение, которое я настоятельно рекомендую использовать всем, кто едет в Чехию на долгое время, на краткое, как вам удобно, конечно, там уже решите сами. Это Купицы Зе. Это приложение, которое позволит вам сэкономить тысячи крон в реальности. Потому что это приложение, которое дает вам все скидки в одном кармане, так сказать, все супермаркеты, которые только существуют. Здесь можно все это найти, посмотреть. Пожалуйста, есть и Кауфланды, Лидлы, Пенни, Билла, Теско и так дальше. Поэтому очень-очень крутая тема, крутое предложение. Ну, к примеру, давайте зайдем, например, в тот же Кауфланд и посмотрим. Литаки – это газеты, также акции, которые проходят сейчас, допустим, конкретно там на какой-то определенный вид продукта, определенные там и так дальше. То есть уже можно сразу увидеть, сколько вы экономите и так дальше. Побочки – это у нас именно магазины, где они находятся. Но вернемся к Литакам и давайте посмотрим, допустим, тот же, что у нас, к примеру, Прага-6, да, потому что тоже в каждом регионе есть свои условия, свои акции. И вот можно смотреть, ну, есть платный слиток от понеделья 3 января до утвери 11 января 22 года. Его можно скачать, если вы хотите. Либо можно уже здесь, опять же, смотреть онлайн и выбирать себе продукты, что вы хотите. Допустим, черепчиня, яблоки, там, килограмм сейчас по 20 крон, допустим. Либо та же узина ролка, это ветчина, вот по 80 крон за килограмм. Ну и так вот выбираете, смотрите все, что вы себе хотите. Там виноград сейчас по 40 крон, 500 грамм. Тоже обращайте внимание на то, сколько идет веса в товаре, потому что, может быть, купить по акции, там, допустим, не килограмм, а 500 грамм. Тоже это важно. И вот так вот смотрите, выбираете все, что вы себе хотите. Плюс можно выбирать, там, допустим, по определенной категории. Например, если вас там интересует, например, млекко, да, это молоко. То можно сейчас, вот сейчас, извините, так, млекко, готово. Вот он показывает категорию продукту и предлагает вам сейчас вот акции по всем абсолютно магазинам. И можно себе вот поставить. Сейчас самое дешевое молоко 10.90, можно его посмотреть, где оно продается. И вот смотрим с левы. Тут не сильно видно, но вот видно, что по 10.90 в магазине глобус. Вот здесь вот смотрите, это все продается. Дальше нажимаем на магазин и смотрим, какие города есть и в каких городах это акция. Поэтому все это можно смотреть, выбирать без всяких проблем. Мы рекомендуем смело это приложение использовать для того, чтобы сэкономить себе очень много денег. Следующее, друзья, приложение, которое вам тоже нужно будет использовать в Чехии, это переводчик. Мы использовали Google Переводчик. Он работает как оффлайн, так и онлайн. Единственное отличие, конечно, онлайн он работает реально лучше. Оффлайн нужно скачать языки себе, допустим, тот же чешский, его там скачать себе. Русский здесь по умолчанию. И уже использовать его полностью. То есть все, что вы там хотите здесь сказать. Например, там привет, там как дела. Он вам полностью все переведет. Я вам сейчас покажу. И пожалуйста, это все работает. Если вдруг там нужно кому-то что-то сказать, записали, хотя бы примерный перевод увидели, можете озвучить. В онлайн версии, конечно, классная еще есть тема. Можно это все озвучить и можно сделать разговор. И наш вариант. То есть, если вдруг нужно знать, как это все правильно говорится, пожалуйста, сюда можно нажимать. Но работает только это все онлайн. Ну, бывают, конечно, какие-то моменты, когда переводчик не распознает ваши слова. Вот на примере сейчас вы видите, что он взял слово табор. Откуда-то, конечно, не знаю, где он его выдумал. Но ему так послышалось. Ну, а так, в целом, в принципе, это очень крутая штука, которую рекомендуем тоже использовать для начального уровня, так точно. Ну, и напоследок, друзья, расскажу вам о нашем пятом приложении, которое мы используем постоянно. Это переводы денег, естественно. И я вам так скажу, какой бы вы там переводчик по деньгам не использовали, самый реально крутой – это TransferWise. Как ни крути, у них всегда самый выгодный курс. Мы уже тут их сравнивали с кем только возможно. Поэтому ни CoronaPay, ни TransferGo, ни тот же PaySend не сравнится на данный момент. Вот с TransferWise, у них реально самая выгодная комиссия, самая выгодная у них суммы. На первый перевод сейчас даем вам промокод, поэтому можно смело использовать и большую сумму, если вы переводите там до 15 тысяч крон полностью без комиссии, это очень выгодно в этом плане. И, к примеру, если вот вам сейчас сравнить те же вариации, вот 10 тысяч крон, грубо говоря, сейчас переведем, то в гривне мы получим 12 330 гривен. Курс гарантированный 1,26, поэтому они дают даже с комиссией в 214 крон в реальности выгодный курс, чем другие приложения подобные. Ну, а там, конечно, опять же, дело ваше, каким хотите переводчиками, такими пользуйтесь. Мы пользуемся реально этим вариантом. Промокод даем вам под данным видео, в описании можно заходить, использовать, пожалуйста. Ну, а второй вариант, который мы также используем, ну, для более таких мелких вариантов, это PaySend. Тоже промокода там все есть, поэтому смело можете использовать. Единственное там преимущество, конечно, если брать мелкие переводы, там 1000, там 2000 крон может быть, это минимальная комиссия 39 крон. Но курс в реальности будет чуть-чуть ниже. Это были наши 5 самых востребованных приложений, которыми мы очень часто пользуемся в Чехии. Если у кого есть что добавить, если кто использует какие-то другие приложения, которые помогают лучше адаптироваться к Чехии и лучше жить в Чехии, и, пожалуйста, ребят, рекомендуем, пишем в комментариях, желательно напишите название приложения, напишите пару слов, о чем это приложение, что помогает сделать, а также большая просьба к тем, кто уже живет в Чехии, напишите, пользуетесь ли вы данными приложениями, которые мы озвучили, либо нет. Надеюсь, это видео было полезным для вас, поэтому поддержите, пожалуйста, его своими лайками, кто забыл подписаться, подписываемся на наш канал. Ну, а мы уже увидимся с вами в следующих выпусках. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока!